Здравствуйте! Вместе с Крымской кухней превращаем ежедневную обязанность приготовления завтрака, обеда и ужина в увлекательный творческий процесс. Наряжаемся в любимый фартук и смелее покорять кулинарный мир. Мы в гостях у шеф-повара Анны Завородько и сегодня Анна в очередной раз спешит нас удивить необычными блюдами. Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Сегодня мы будем с вами готовить ризотто с тыквой и вялеными помидорами и куриную грудку с грушей и голубым сыром. Ризотто – это распространенное блюдо из риса в Северной Италии. Первое письменное упоминание о нем встречается только в XIX веке. Для ризотто используется круглый, богатый крахмалом рис. В зависимости от обычаев региона, рис предварительно обжаривают на оливковом либо сливочном масле. Затем в рис постепенно доливают кипящий бульон. Вариантов ризотто множество. Блюдо не имеет точного состава компонентов и соотношения продуктов. Для приготовления ризотто нам понадобится? В первую очередь нам понадобится рис. Какой лучше рис использовать? В идеале это должен быть рис сорта Арборио, либо Камалина, либо сейчас есть круглый рис, называется Италика. Он вполне подходит. Особенность данных сортов в том, что они крахмалистые. И они очень хорошо вбирают в себя влагу. Но они идеальные, они становятся бархатистые, дают такую текстуру, которой невозможно добиться обычным длиннозерным рисом. Поэтому как бы здесь рис это очень важно. Кроме этого лук, чеснок. Это то, что у нас идет, наверное, в любое блюдо. Обязательно сливочное масло и вот так вот мелко порезанная тыква. Королева осени тыква. Яркая, сочная тыква. Яркая, сочная. Вяленые помидоры, немного вина и бульон, либо обычная вода. Но это уж по желанию, да? По желанию, да. У кого как, фантазии, возможности. И нарезаем лук. Да. Это итальянское блюдо, но вот именно в этот рецепт вы внесли свою изюминку. Вы знаете, в Италии ризотто готовят вообще с чем угодно. Это такое блюдо, которое от большого количества ингредиентов только выигрывает. Поэтому здесь можно приготовить ризотто прекрасно с копченостями, с грибами. Недавно я делала ризотто с белыми грибами. Мне кажется, белый. А сейчас, да, вот был сезон грибов и с удовольствием с рыжиками. Лук в этом году, конечно, злющий попался. Говорят, что если такой злой лук, то будет лютая зима. Как-то не хочется в это верить. Ну, что-то вот народные приметы. Хотя, как нас балует погода. Ризотто прекрасно приготовить с любыми морепродуктами. Тоже очень вкусно. Да, да. Кальмары, миди. И это блюдо действительно достойно праздничного стола. Я думаю, гости будут приятно удивлены. О, слезы счастья у нас, да. Слезы счастья. Да, с таким луком. Правда, слезы счастья. Ставим на плиту разогреваться сковороду. Значит, у нас должен быть либо казан, либо сковорода с толстым, толстостенная, с толстым дном. Ни в коем случае не вот эти тонюсенькие сковородочки. Птичку жалко. Да, я еще чуть не забыла сказать о том, что, безусловно, для приготовления и сервировки ризотто нам обязательно понадобится сыр. Сыр? Да, сыр это в идеале, конечно, пармезан. Но сейчас есть сорта, скажем так, местного производителя. Сыр, да. Сейчас, когда у нас лук станет более золотистым, скажем так, полупрозрачным, тогда мы добавим туда рис. Рис промывать нет необходимости, да? Нет, 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 нет. Этот рис мы не промываем. Для пеканности добавим чеснок. В любое итальянское блюдо добавляется чеснок. Италия, Испания – это страны, в которых без чеснока, по-моему, даже не знаю, что есть без чеснока. Мне кажется, если бы было возможно, они бы и в десерты клали чеснок. Анна, скажите, без какого инвентаря на кухне вы не можете обойтись ни дня? Без хороших ножей. Поэтому покупаю хорошие ножи, покупаю еще отдельно ножеточки, регулярно о них забочусь, то есть ношу их править. Так, чеснок также опускается в лук, а вместе они слегка поджариваются. Ох, я продолжаю плакать. Лук становится такой прозрачненький. Теклу вы уже заранее нанесли, да? Я уже ее заранее нарезала. Теперь важный момент. Да. Мы всыпаем сюда прямо рис. Рис. И продолжаем вот так помешивать. Ну вот, мы добавили вино. Оно уже полностью выпарилось. И теперь мы будем добавлять сюда бульон. Бульон, по желанию, можно любой, да? Можно овощной, можно куриный. Можно просто воду. Можно просто, да, воду. И сразу добавляем сюда же тыкву, потому что тыква у нас готовится достаточно долго. Она плотная, поэтому добавляем ее сразу. Бульона нужно будет доливать постепенно, да, еще? Да, бульон мы доливаем постепенно. Бульон должен быть не ледяной, желательно теплый. Какие-то специи в это блюдо добавляются? Дело в том, что поскольку блюдо постепенно набирает вкус, то специи мы все будем добавлять в конце. Потому что есть большая опасность пересолить. Перебить вкус какой-то, да? Опять же, у нас, когда варится бульон, безусловно, там есть свои специи, пастернак, лук, морковь, уже соль. И нужно понимать, сколько уйдет бульона. И тогда уже будем варьировать по вкусу. Ну и вот пока у нас тыква будет здесь подтушиваться, мы будем потихоньку подливать бульон. Подтушиваем слегка тыкву. А мы тогда сейчас нарежем помидоры, чтобы они у нас уже были готовы, и перейдем к мясу. Веганые помидоры вы также готовили сами. Вы знаете, это правда, я их готовлю сама. Но вопрос в том, что это настолько трудоемкий и энергозатратный процесс. И правда, наверное, проще иногда просто купить в магазине баночку. Тем более, они сейчас есть на развес. Можно купить несколько штук для конкретного блюда или салата. Они тоже насыщены специями. Да, они в оливковом масле, мои еще и с каперсами. Вот, поэтому они достаточно и кислые, и соленые. В этом блюде они какую роль сыграют? Они будут прекрасно контрастировать с тыквой. Почему? Потому что тыква... Имея плотную консистенцию и сладковатый вкус, она выступает главный фигурант в этом блюде. А помидоры, они, как говорят, короля делает свита. Так вот, они являются именно той свитой, которая подчеркивает своей мягкостью, своей нежностью, своей кислинкой. Вот этот контраст с плотной тыквой и достаточно сладкой. Вот такое королевское блюдо мы сейчас и готовим, да? У нас, в общем, королевское блюдо. Так, все, с помидорами мы разобрались. Как у нас рис себя чувствует? Пора добавлять к нему снова бульон. Еще добавляем бульон. Да, бульон уйдет достаточно много. Поэтому, когда начинаешь готовить, нужно понимать, что, например, вот у нас с вами было пол чашечки риса, естественно, он увеличивается где-то в три раза, чтобы тоже не готовить лишнее. Хотя, кстати, ризотто – это то блюдо, которое прекрасно разогревается, главное его не переготовить. И всегда можно сделать какую-то основу, а потом несколько дней разнообразить кухню. Добавляя разные-разные ингредиенты, да? Пока у нас томится ризотто, да, мы придем ко второму блюду. Да, пока томится ризотто, мы будем его контролировать. Куриное филе, запеченное с грушей и сыром – это очень изысканное блюдо, в котором каждый продукт по вкусу дополняет друг друга. Сыр придаст куриному филе сочность, аромат и терпкий вкус груши дополнит блюдо пикантностью. Как вы сочетали ингредиенты в этом блюде? Знаете, как-то все равно рождается все спонтанно. Увидел, подумал, почему бы и нет. Но груша с сыром – это классика, это всегда вкусно. Ну, почему бы не придать курице дополнительной пикантности. И мы берем куриную грудку, отворачиваем немножко малое филе, не подрезаем полностью, а вот так надрезаем грудку, так и ее разворачиваем. Да, практически. У нас получился вот такой развернутый кармашек. Далее. Дальше мы берем грушу. Мы берем грушу. Какую лучше использовать? Вообще лучше всего использовать груши твердых сортов. Зимой это обычно конференц. Она в приготовлении самая, ну, наверное, самая интересная, и у нее очень насыщенный такой вкус. Сыр с плесенью используется, да? Если вы обратили внимание, я вовнутрь не кладу сейчас никакие специи. Почему? Потому что, ну, яркий свой вкус и достаточно соленый у сыра с плесенью. И аромат груши стоит. Да, аромат груши мы в конце концов уже не хотим, чтобы это превратилось просто в банальную жареную грудку. Вот самое время посолить, да? Да, вот самое время немного посолить. Допадала. Да, это прованские травы. Можно купить в любом магазине. На самом деле удобно, потому что такое большое количество... О, боже, какой аромат. Разнонаправленных трав и сочетание тимьяна, розмарина, шалфея. Они вдохновляют нас на новые, да, какие-то будут пригодения. Очень хорошо влияют на аппетит. Угу. Так, теперь мы добавим сюда жвяленые помидоры. Угу. Так, и... Крышкой не накрываем, да? Нет, ризотто крышкой не накрываем. Бульон и вода должны выпариваться. Да, да. Выкладываем грушу. Теперь мы сюда выкладываем грушу. Достаточно так, плотненько. Но при этом контролируя, чтобы она у нас потом свернулась. Вот так оставим немножко краешек. Сверху еще немного сыра. И вот потом, перед тем, как мы будем заворачивать, как раз-таки смажем немного специями. Анна, сейчас время как раз закаток, да? И вот какими кулинарными идеями вы можете гордиться? Вы знаете, вчера я делала потрясающий мармелад. Действительно, очень вкусный и полезный. Из тыквы с облепихой и апельсином. Интересное такое сочетание. Очень ароматный мармелад получился, да? Очень ароматный. Он не слишком сладкий. И при этом, ну, все самое полезное. Ярко. Облепиха. Свернули, да? Да, сейчас мы ее приправим. Какие специи используем? Карри с лимонграссом. Эти специи также не содержат соли. Поэтому внешнюю сторону. Нам необходимо посолить. Присаливаем, да. А чтобы лучше у нас специи распределились, мы сбрызгиваем маслицем. И отправляем в духовку. Да, многие слышали о низкотемпературном приготовлении. Мясо, рыба сохраняют свои свойства, сохраняют свой вкус. Приготовление, правда, происходит дольше, но это того стоит. То есть, если мы привыкли, как градусов на 180 в духовку, и вперед. Здесь постоянная температура поддерживается 150 градусов. Приготовление происходит дольше. Но если нужно на последнем этапе золотистая корочка или что-то, то вы просто открываете, на несколько минут включаете гриль, сверху появляется золотистая корочка, а внутри мясо остается нежным и очень-очень сочным. Так что сейчас мы заворачиваем в фольгу. Да, заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку. И отправляем в духовку. Температура 150 градусов по времени. Ну, я думаю, что минут 30. И что, контролируем. У нас есть термометр. Мы всегда сможем проверить. Угу. Чтобы приготовить куриное филе, запеченное сыром и грушей, на мясо выложите сыр, грушу и сверните в рулет. Приправив специями, отправьте в духовку, разогретую до 150 градусов на 30 минут. Ну вот, пришло время. Рис уже увеличился в размере. Да, он увеличился. Он стал другого цвета. И теперь мы добавляем сюда тертый сыр. И это как раз тот момент закрепительный для ризотто, когда происходит... Когда сыр плавится. Да. И образуется такая тягучая масса. Тягучая мархатная консистенция. Угу. Сразу меняется аромат. А какое полезное это блюдо, да? Самое главное, что оно не тяжелое для желудка, но очень сытное. И вот, кстати, в варианте с морепродуктами можно вполне заменить сыр на низкокалорийный, с низким процентом жирности. Будет прям очень-очень здоровое блюдо. Так, ну вот, наше ризотто, в общем-то, готово. Готово. Мы сейчас ее... Мы его выключаем. Да, и... И будем ждать курицу. Чтобы приготовить ризотто, в сливочном масле поджарьте лук, чеснок, опустите рис и тыкву. Постепенно доливая бульон, посолите. Приправив прованскими травами, добавьте вяленые томаты и сыр. Для приготовления запеченного куриного филе удалять с груши кожицу не рекомендуется. Успех ризотто зависит от равномерности прогревания ингредиентов, поэтому бульон должен быть свежим и горячим. Рис в ризотто должен быть отварен до состояния аль денте, то есть быть немного твердым. Ну вот, наша курочка приготовилась. Подрумянилась, да? Да, подрумянилась. И сейчас мы ее будем... Сервировать. Сервировать. Да, подавать. Сейчас мы ее переложим в тарелочку, чтобы было удобнее. И посмотрим, что же внутри, да, как пропеклась груша. Ну, посмотрим. И сыр. Горячая. Горячая, ароматная. Сыр расплавился. Да. Сейчас он выльется у нас на ризотто, будет просто потрясающе. Так что можно сервировать. Мы выкладываем ризотто. Ризотто в качестве гарнира. Да. Ризотто в качестве гарнира. И нашу курочку. Куриное фенео. Создаем праздничное настроение. Яркая скатерть. Яркие краски, да? Очень полезное блюдо. Прекрасное блюдо. У нас нежная запеченная куриная грудка. Чувствуется аромат груши. Расплавленный сыр с плесенью. Голубой сыр придает блюду особую пикантность. И наше ризотто с прованскими травами, тыквой, вялеными помидорами. Вместе все прекрасно гармонирует. Очень яркое такое, очень ароматное блюдо. Да. И в завершении нашей программы, на ваши пожелания нашим телезрителям. Желаю вам, чтобы ваша осень была теплой, радостной. Встречайте каждый новый день с улыбкой. Радуйтесь подарку природы, которая подарила нам такую замечательную погоду. и позволяет нам наслаждаться теплыми деньками. Приятного аппетита! Вот такой вот вкусный и полезный обед непременно порадует ваших близких. Готовьте, что у вас обязательно попросят добавку. Гульнара Юдина, диктор новостей Крым24. И не случайно, ведь родилась наша героиня именно во Всемирный день телевидения, 21 ноября в Челябинской области. Имеет два высших образования – медицинское и режиссерское. Увлекается автотуризмом, кулинарией и шитьем. Замужем гордится дочерью, которая вошла в список лучших людей Тюмени. Мы в гостях у гульнары и салат в вашем исполнении. Какой приготовим? Сегодня мы будем готовить салат, который улучшает обмен веществ, нормализует его, повышает иммунитет. И это кладезь витаминов. Ингредиенты у нас самые простые. Два средних яблока, два апельсина, салат, 150 грамм зернистого творога обезжиренного, орешки я взяла, арахис и кунжут. Все это будет заправляться оливковым маслом. Еще один будет ингредиент. Он пока накрыл. Секретный ингредиент, о котором я чуть позже расскажу. Прежде чем начать готовить, я хочу поделиться с вами своим секретом долголетия молодости, можно даже так сказать. Конечно, да. Заряд бодрости, позитива и отличного настроения от гульнары Юдиной. Я взяла любой обычный питьевой йогурт и добавляю туда хлопья. Это ваш завтрак. Вы видите, нам очень интересно, закадровая жизнь наших телеведущих. Две с половиной ложечки хлопьев овсяных. Я их перемешиваю и оставляю, пока мы готовим салат, для того, чтобы наши хлопья немножечко разбухли. Яблоки помыли. Нам необходимо будет их просто нарезать, удалить сердцевину и покрошить в мисочку нашу. Я с вами пока предлагаю тебе отрывая листья салата. Гульнара, а что вы любите есть на завтрак? Очень полезный вариант – это овсяная каша. Беспроигрышный вариант, абсолютно питательно, не калорийно. До обеда можно спокойно дожить при той интенсивной работе, какая у нас. Ваше фирменное блюдо, что любите готовить? Абсолютно все. Плов, хачапури, чебуреки, борщ, все виды салатов. Я пеку хлеб сама, обычный хлеб домашний. Пеку сама, добавляю туда, кстати, всевозможные зерна, семена, семечки, орешки, изюм. Хлеб получается очень пышным, вкусным. Муж мне очень любят эти все мои салаты, поддерживают. Десерты? Десерты, я стряпываю торты. Ой, так вы еще и куриношки. Ну, это не основное мое занятие, конечно, это, скорее всего, обязанности. Таким же образом я нарезаю. Яблоки нарезала треугольничками и апельсин тоже самое. Добавляем апельсином, сочный апельсин. Далее. Знаете, я не особо придерживаюсь количества, которое необходимо. Главное, все сочеталось по вкусу, да? Да, ориентируюсь на собственный вкус. Дошли до момента, когда следует добавить секретный ингредиент салата. Самый секретный, самый важный, самый полезный ингредиент в этом салате – это пророщенные зерна пшеницы. Росточки у него должны быть не более 3 мм. Слабым-слабым раствором марганцовки я замачиваю, буквально розовым замачиваю на 15 минут. Для чего? Для того, чтобы уничтожить все болезнетворные бактерии. Залила 1-2 водой, стоит сутки, потом я воду сливаю и эту емкость я убираю в холодильник. В холодильнике в темноте они начинают трогаться медленно в рост. Эти механизмы роста влияют благоприятно полностью на весь организм. Женщины, омолаживание кожи лица, блеск волос, блеск глаз, не ломаются ногти. То есть это настоящий секрет молодости для женщин. Детям до 12 лет салат с пророщенными зернами пшеницы не рекомендуют. Людям в послеоперационном периоде не рекомендуют. То есть противопоказания тоже есть? Есть. Вот какой полезный салат можно съесть и омолодиться. Лучше зрения. Берем 2-3 столовые ложки пшеницы. После этого орехи я добавляю. Сегодня вы используете арахис. Да, арахис используете. По желанию каждый может использовать что любят. Любые орехи, да, но лучше, конечно, использовать грецкий орех. Просто у меня домашние мои любят больше арахис, грецкий они и любят. Добавляем сюда примерно 2 ложечки столовые. Ну и для вкуса я добавляю кунжут. Это лично мое внесение в салат. Да, это все мы посыпаем. И заправляется салат оливковым маслом. Совершенно верно. Ну и аккуратно мы перемешиваем. Смешиваются все ингредиенты. У нас тут яблоки, апельсины и салат. Вот я не буду вас пугать, потому что сюда еще добавляется черный перец и соль. Ну, сегодня мы этого добавлять не будем. Сегодня мы этого не будем делать. Это уже действительно на любителя. Ну, по желанию каждый может добавить немножко остроты в этот салат. Да, можно добавить остроты. Возвращаемся к нашему йогурту. Да. Сюда мы точно так же добавляем пророщенный салат пшеницы. На полстаканчика 2 неполных ложечки. И тоже все хорошо перемешивается. Перемешивается. И йогурт получается уже, как вы понимаете, не питьевой. А его нужно есть ложкой. Кашеобразная такая масса. Да, кашеобразная такая масса получилась. Чтобы приготовить салат, соедините яблоко, апельсин, листья салата, добавьте творог, пророщенную пшеницу, арахис. И заправьте салат оливковым маслом. Секрет стройности и бодрости от Гульнары. Ваше пожелание нашим телезрителям. Я желаю вам здоровья, долголетия, благополучия. И сохраните себя такими, какими вас создала мать природа. Сохраните свежесть, бодрость в себе. И старайтесь употреблять в пищу только здоровые продукты. Благодарим вас за гостеприимство. Добрых новостей и вкусных блюд каждый день. Редактор субтитров А.Семкин